Светлые длинные коридоры, отсутствие очередей у кабинетов и доброжелательный медперсонал. Именно так встречает маленьких пациентов детский диагностический центр. С начала декабря прошлого года консультации врачей здесь получили 12 тысяч уановцев. Мы пришли сюда второй раз по направлению нашего участкового педиатра. Здесь специалисты есть, поэтому сейчас проходим специалистов. Мощность центра после переезда в новое здание увеличилась более чем в два раза. Прием ведут эндокринолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, аллерголог, офтальмолог и другие. Здесь также можно сделать электрокардиограмму, УЗИ, ЭХКГ или пройти халтеровское исследование. Укомплектованность с врачами, по словам заведующей, составляет 100%. Но в любой организации существуют кадровые вопросы. Есть, они решаемы. В частности, у нас одна очень приятная, я считаю, проблема. Доктор-аллерголог-иммунолог у нас ушла в декретный отпуск. Поэтому сейчас, ну, существует проблема сейчас с записью к аллергологу-иммунологу. Но на следующей неделе она решится. К нам приезжает и будет трудоустраиваться замечательный аллерголог-иммунолог. Жизнь продолжается, лечебно-диагностический процесс тоже. Основные вакансии врачей закрыты. Но небольшой резерв для набора медперсонала в центре сохраняется. Однако, уверяют здесь, попасть на консультацию к любому специалисту проблем не составит. Запись ведется через контакт-центр, регистратуру, либо через врача-педиатра. Очередей нет. У нас идет строго по записи. По программе госгарантии мы обязаны оказать помощь пациентам в течение 14 рабочих дней. Все сроки мы соблюдаем. В сравнении с детскими поликлиниками, центр специализируется на более сложных методах обследования. Например, суточное мониторинга КГ, артериального давления, велоэргометрия и другое. По мнению заведующей, чтобы увеличить пропускную способность учреждения, предпочтительно, чтобы маленьких пациентов приводили сюда уже с первичными анализами и данными УЗИ. Благодаря проекту «Решаем вместе» комфортнее стало и врачам, и родителям, и, главное, маленьким пациентам. Владимир Еремин, Денис Железов, телекомпания «Барс».